Мали из Ирана против Тайфура Алиева из Азербайджана. Да, Мохаммеда помню, Тайфура тоже помню, конечно же. Мохаммед левша, длинные рычаги, очень подвижный. Тайфур Алиев тоже, кстати, очень хорошо работает вторым номером, как и соперник. Интересно, кто в итоге будет владеть инициативой в этом бою. Тайфур Алиев обладает большим опытом наступления. Он бронзовый призер европейских игр, он участник двух чемпионатов мира, двух чемпионатов Европы. 24 года этому парню. Смотрим. Тайфур сразу начинает ударом справа. Но оппонент левша. Соответственно, Тайфуру надо больше атаковать именно с правой руки, идти в левую сторону. Но мы видим, пока Тайфур предпочитает заходить в обе стороны. Да, вот правопрямой, хорошо. Иранский боксер первые свои два боя на турнире выиграл более чем убедительно. И нокдаун. Да, нокдаун, но Мохаммад Камали не согласен с подобной постановкой вопроса. Но, как бы, еще раз подчеркнем, да, что это на усмотрение рефери. Неплохо. Здесь в правой руке атаковал Тайфур. В чем интересно, да, он идет в правую сторону, как раз под сильнейшую левую руку соперника. Ну и сам готовит, готовит свои атаки. Хорошая атака в исполнении Камали. Хорошо перекрывается в момент подхода к сопернику Тайфур. Запирает канатом, не дает уходить и выпускает свои серии. Очень собран Тайфур. Да, вот интересно, все время движется вправо Тайфур. Как раз, видимо, ждет он, чтобы оппонент атаковал и проваливался. Сильнейшей левой рукой. И там уже готовит свои контуры в ИПД. Хорошо. Здорово здесь подныривает под руки соперника Тайфур. Вот, по-моему, впервые на этом турнире Камали стрелся с бойцом, который... Не то, что не уступает ему скорость, а, наверное, даже превосходит в этом компоненте. Потому что раньше у Камали были соперники, которые шли просто на него. И там он уже их обрабатывал, как заправский левша. А вот тут мы видим, что такой рваный темп достаточно предлагает Тайфур, которому пока Камали подстроится не то, что бы не может, да, но... Очень размашисто и попадает левый сбоку. Он там еще и нокдаун был, кстати, в этом раунде. Конечно же, этот раунд забирает Тайфур Али вне всяких сомнений. Тайфур Али вне всяких сомнений. Еще раз мы видим, как работали парни в стартовом раунде. Были и хорошие атаки у Камали, согласитесь. Но опять же нокдаун и те удары, которые он пропустил, я думаю, все это перевешивает пока. В пользу Тайфура. Но опять же, это мое мнение, у судей, может быть, противоположное. И опять идет, 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 идет в правую сторону. Но при этом он тоже, соответственно, Тайфур заставляет соперника двигаться влево. И очевидно, что это не совсем удобно иранцу. Потому что он-то привык по науке заходить вправо, вот как сейчас. Но и при этом в момент движение вправо тут же резко сокращает дистанцию Тайфура. Такой правой же рукой мощно, резко, на короточке эти удары проходят. О, попал, попал длинной рукой здесь. Ну, такую оплеуху, конечно, отвесил сопернику Камали. Но, тем не менее, плюсик себе в актив заносит он. Очень опасно обошли головой вперед. Откровенно прихватывает правую руку соперника Тайфур. Вот так. Самое главное, чего, наверное, не должен делать Тайфур, это лететь на оппонента. Но пока что Тайфур настолько уверен в своей стартовой скорости. Настолько он чувствует этот момент для взрыва. Хорошо. Вот здесь не грешит, конечно, вот этими размахайками. Ой-ой-ой, ну смотрите, что вытворяет здесь Мухаммад Камали. Насколько велико его желание попасть пожестче по сопернику. Хорошо здесь через уклон пытался атаковать правым сбоку. Оба промазали. И вот порой грешит вот такими ударами. Мухаммад Камали, да. Нет-нет-нет, надо продолжать. Надо продолжать драться. 30 секунд еще. А вот тут, смотрите, уже потихоньку начинает пытаться растаскивать соперника Мухаммад, как он это делал со своими оппонентами ранее. Как раз выдергивает передней ручкой и дальше уже на короткой оттяжке ждет, 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 пока пойдет соперник. И там уже начинает встречать. Попал левый, попал левый Мухаммад. Хороший раунд для Мухаммада Камали, кстати, хочу вам сказать. Тоже сумел он чуть-чуть перестроиться по ходу второго раунда. Если в первом прям Тайфур явно где-то какие-то моменты забирал, то уже во втором раунде здесь наблюдается равенство, на мой взгляд. И да, понятно, что там был нокдаун. С этим сложно очень спорить. Продолжение следует... И это третий раунд. И ждет, ждет соперника. Вот смотрите, уже действительно подстроился под вот эти наскоки соперника Мухаммад. И выцеливает. Ну вот как раз и Тайфур может соперника подловить на этих размахайках. Но смотрите, что вытворяет. Это, конечно, далеко очень от бокса, то, что сейчас показывает Мухаммад. Но старается использовать по максимуму представившуюся ему возможность Камалея. Пусть это выглядит иногда так себе. Ну, здорово, хорошая атака. Задергался немножко Тайфур. Да, решил немного прибавить в активности. Но так бой может и уйти просто в другую сторону. Ну, хорошая атака от Мухаммада. Молодец Тайфур, неплохая атака. Вроде бы в защите собран, да, Камалея, но попал еще раз справа. Здорово. Да, и вот такие нужно забирать микроэпизоды Тайфуру Алиеву для того, чтобы в дальнейшем претендовать на попадание в полуфинал. Здорово на сайдстепе. Левый сбоку. Хорош. Успешная атака в исполнении Камалии. И вот мы видим, как боксеры обмениваются успешными атаками, забирают себе эпизоды. И их у нас получается примерное равенство. Поэтому судейская задача будет довольно сложна. Боксер. Протянул. Молодец какой Мухаммад, но в полной мере наказать не сумел. Хотя все сделал четко. На ножках увидел действия соперника, но... Здесь молодец уже Тайфур. Да, он принял удар на себя и пошел обмен. Но все очень ровно. По туловищу атакует. Да, порой удары Мохаммеда выглядят совсем не по-боксерски. Но кого-то волнует. Просто выкидывает соперника в сторону куда-то Тайфур. Хорошая атака. Здесь обменивается Тайфур. Снова на сайдстепе отлично работает азербайджанец. Заканчивается бой. Победоносно вскидывает руку вверх Мохаммед Камали. Ну не знаю, вот сейчас не уверен я. Машаллах. Алисаллах. Машаллах. Альбат. Но все-таки нет, Тайфур Алиев побеждает в этом противостоянии Ну там иногда он понятно, ну и в целом Да, не стали жать руку почему-то Тайфур Алиеву Это некрасиво, на мой взгляд Ну ладно, это решает каждый сам для себя Субтитры сделал DimaTorzok